Эта видеозапись спровоцирована Владимиром Бесфамильным, точнее его письмом. Я зачитаю отрывки из него, потому что иначе оно очень большое. С большим интересом прочитал твою статью про парасомномбулизм, задумался о его практическом применении. Гипноз позволяет получить широкий спектр психических состояний, а именно информацию из сферы разума, моделирование различных ситуаций, событий, влияние на самочувствие и так далее. Какую пользу это может принести массовому обывателю? Большинство людей не могут наладить нормальную жизнь не только в своей стране, но и в личной жизни. Они получают искаженную картину реальности, которая мешает им принимать оптимальные решения и добиваться успеха. Одной из причин этих проблем являются так называемые мозговые или ментальные вирусы. Дальше идут цитата и ссылка с фразой, которую, надеюсь, ты прочитаешь, на статью Игоря Ашманова. Да, я, конечно, ее почитала, ознакомилась с ней про все, что касается вирусных программ. Если создать антивирусную психологическую лабораторию, в которой можно будет удалять из людей деструктивные ментальные программы, ведь пока их не удалить, человек постоянно будет бегать, как белка в колесе, в кругу, навязанных извне проблем. Гипноз и его возможности в состоянии решить эту проблему. Это всего лишь идея, как разнообразить деятельность твоего центра. Только ты с твоим опытом и харизмой сможешь сотворить что-то отдельное и принести пользу человека. А информация от Саи Бабы впечатлила меня. На самом деле, все, что касается ментальных программ, ментальных вирусных программ, это одна из тем, которые просто вызывают мое зависание и размышления на сей счет, потому что... И вот это письмо я зависла действительно на два дня. И даже письменный ответ написать не смогла, поэтому и включила сейчас видеокамеру для того, чтобы быть в потоке и в потоке какого-то осознавания выдать информацию. Дело в том, что есть разные восприятия людей. Есть восприятие, когда мы можем считать, что некие люди, некие статисты, которые существуют, ходят вокруг нас, двигаются вокруг нас, они существуют в некой объективной реальности относительно нас, и их надо чему-то научить, позаботиться о них, куда-то их вывести, как-то их развить и так далее. Это одно из восприятий, которое, в общем-то, принято в социуме. И когда я начинаю общаться впервые с человеком, как правило, одна из фраз «зачем ты заниматься?» пришел саморазвитием или изучать ту или иную психотехнику, человек говорит «я хочу помогать людям», «я хочу донести правду», «я хочу открыть знания» и так далее. Это определенный уровень управления восприятием, исходя из того программного обеспечения, которое сейчас, в моменте «здесь и сейчас» работает в человеке. На самом деле, в моменте «здесь и сейчас» могут включаться разные информационные пласты человека, именно разное программное обеспечение. Его у нас очень много. И оно разноуровневое. Я постараюсь сейчас выдать одну из концепций, потом объясню, почему именно концептуально. Чтобы было понятно, как я смотрю на этот мир. И как я управляю своим восприятием для того, чтобы добиваться каких-то вещей, прилагая минимальное количество усилий, осознавая, что этот мир «это всего лишь продукт моей психики, да, это продукт моей психики, это я». Когда впервые строится дуальность, есть некое общее коллективное сознание, да, высшее сознание или сфера разума. Вот эта сфера разума, когда она начинает игру в дуальность, первое, что она делает, она отделяет. Вот некое «я» создаёт. И всё, что не восприняло это «я» и не познало это «я», и не воспринимает целостно это «я», оно выносит в «не я». Так рождается Бог, да. Вот то, что не «я», есть Бог. Потом следующий уровень дуальности мы делим согласно нашим программам, которые идут. Всё это как программное обеспечение прошивается на разных уровнях деления дуальности, деления вот этого сознания. Дальше идёт деление на добро и зло, на Бога и дьявола. Потом дальше есть такие ангелы, архангелы, а есть вот такие дьяволы, сатана, Люцифера и так далее. Где-то разные названия, где-то разные персонажи. Как правило, разные персонажи. Мы их наделяем каким-то сознанием, мы их наделяем какими-то чертами характера, мы делаем у них, придаём им какое-то эго, мы представляем их в образе какого-то физического проявления и так далее. Потом дальше, таким образом, если брать по структуре программное обеспечение, информационной структуре, мы идём, 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 доходим, что есть некий тонкий план, потом мы доходим до нашего физического плана, есть программы, которые управляют нашим физическим планом. И, соответственно, всё это программное обеспечение, вот у нас есть разные по составу наши информационные поля, есть наиболее плотные, там астральные, ментальные и так далее. В зависимости от того, какой уровень программного обеспечения задействован, На таком уровне и прошиты вот эти программы Эти программы относятся к физическому телу Эти программы относятся вот к этому тонкому телу Чтобы создать тонкий мир Эти программы относятся дальше, дальше, дальше И так бесконечно Вот на самом деле эта иерархия деления Которая разделяет нас, отделяет нас от общего сознания Давая возможность прочувствовать игру в физическом теле Вот в этой матричной структуре Она на самом деле огромна И вы понимаете, так как все это одновременно есть в нас Вот одновременно, мы же как голограмма, мы кусочек от целого И мы содержим всю информацию о целом Мы можем свое восприятие перевести абсолютно в любую точку Мы можем смотреть с точки целостности Когда мы осознаем, что мы производим этот мир И мы производим вот этих статистов Которые проживают свою жизнь абсолютно не осознавая И в то же самое время, если углубиться в наше же программное обеспечение То в нем будет возможность нашей игры точно таким же статистам Относительно других людей То есть все в гармонии, вся информация о целом есть в нас Соответственно, все вирусные программы То, что мы захотим играть с человеком в чистку его сознания Это создание разновидности игры Можно создать центр, который будет объяснять людям О том, что у них вирусняк И вот на самом деле у Игоря Шманова в статье Эта статья является такой же вирусной программой Которая подсаживает человека И рождает потребность в игре Которая будет называться Мозговые элементальные вирусы Но дело в том, что чем более осознан человек Все равно все упирается в осознанность Чем более осознан человек Тем более он может управлять своим восприятием Хочу сейчас, играю с неосознанного восприятия Прихожу в магазин, там стою в очереди Появляется какая-то бабка Ей не хватает денег Я включаюсь в ее игру, которая называется Молодежь плохая мне сейчас не даст А я беру и ей даю Для того, чтобы наша бессознательная Обменялись опытом Ее жизнь научила Что не вся молодежь плохая Что молодежь может ей давать денег Разве мы осознанно включаемся в эту игру? Нет, не осознанно Мы на автомате в нее включаемся И таких моментов, игр, в которые мы включаемся на автомате Их очень много Быть осознанным каждый момент Быть осознанным каждый момент Крайне сложно Поэтому Чем больше мы таких осознанных моментов Вообще сами замечаем Чем больше мы выходим В каких-то медитациях и практиках На уровень взаимодействия с бессознательным И чем больше мы осознанно прописываем Сценарии в своей жизни Вот таких сценариев Которые мы сами заказали Мы сами отсняли Мы сами прожили Тем круче получается у нас игра И мы можем заказывать абсолютно разные сценарии И людей, которые дошли до сознания этого На самом деле в истории очень много И для того, чтобы собрать какую-то целостность Надо иметь какую-то цельную картину мира Цельную какую-то картину мировосприятия Я сегодня предложила концепцию Это моя концепция, к которой я пришла Она не совпадает с православной Она не совпадает с буддистской И так далее И на самом деле очень удивительные вещи происходят Когда исследуешь Я ее создала из своего трансперсонального опыта И, соответственно, делюсь с людьми Потому что для меня это правда Для меня это мой опыт И я могу им делиться с людьми И рассказывать о том, что да, это работает Но вы можете собрать свою какую-то картину Которая будет работать у вас как целостная Потому что целостность вообще человека Когда он собирается воедино И осознает себя как целостная структура Вот этой огромной голограммы Которая задержит всю информацию обо всем Она приводит человека в гармонию И тогда человек, он чувствует вот эту игру Он создает эту игру У него начинаются какие-то моменты Более-менее осознанные И он тогда может стремиться и дальше Проявляться именно как цельная Как цельная натура Как целостная какая-то личность Как сознание способное Способное творить игру Понимаете Есть еще одна такая фишка Которая помогает управлять Осознанным восприятием жизни Если мы в своем сознании Будем держать все игры человечества одновременно То мы забываем вообще о своей игре А что такое своя игра? Своя игра это То, что у нас есть здесь и сейчас Вот эту игру, которую создаем мы для себя А что у нас есть в моменте здесь и сейчас? Вот сижу я сейчас в этой прекрасной комнате У меня здесь над головой самолеты Там стоят катки с кофе Там стоят радиоуправляемые Фиговины, как их там называют Как они летают с видеокамеры Здесь цветы, которые мне очень нравятся Здесь синтезатор Вот это моя реальность сейчас Мой мир ограничен, моя реальность Сейчас границами этой комнаты Если я слышу где-то какие-то улицы Звуки с улицы Это уже мой ум достраивает, что есть некая реальность Если я смотрю в компьютер И вижу каких-то персонажей Это мой ум дальше Для меня есть картинка с информацией А все дальше, как живут эти персонажи Какие-нибудь истории там заводить Какие игры они будут предлагать Это уже достраивает ум Это предложение мне Сыграешь со мной в эту игру? Я с тобой тогда сыграю А не сыграешь, и я с тобой не сыграю И таких предложений Сыграть с кем-то в его игру Приходит очень много Но у меня есть моя игра Которая мне интересна Мне интересно, как это все устроено И как это все работает И, соответственно, если я выделяю внимание На чужую игру Я не уделяю внимание своей игре А там, где внимание Там и работает наше сознание То идет в дальнейшем в развитие В написание следующего сценария Поэтому так ценно мое внимание для меня Потому что куда я его направлю Там и будет развитие сценария Понимаете? И это очень важно на самом деле Поэтому я его направляю туда Где у меня есть мой личный интерес Потому что я пришла играть в свою игру Про эгоизм и про все остальное Это большая тема И она тоже будет связана Вот с этими вирусными программами И сыграть в игру Там социальное представление Социальные шаблоны Социальные, социальные Вообще социум нам очень много чего предлагает И даже инкарнационные вещи Понимаете? На самом деле Вот если посмотреть глубоко В этих состояниях В транспирациональных углубиц И посмотреть, как все устроено Очень много вещей Которые люди даже не осознают И не пытаются осознать Самое главное, они пытаются То есть они не готовы еще К принятию этих картин мира То есть грубо говоря Есть картины мира религиозные Там у буддизма своя картина мира Там у буддизма алмазного пути Там люди приезжают, например, на Пхову И провожают человека В последний путь В течение 40 дней Можно написать записочки И тогда твой родственник Который умер в течение 40 дней Отправится по буддистской системе Верования и представлений В некий лотос Там он пройдет очищение И потом он инкарнирует В какую-то буддистскую страну Кстати, очень много европейцев Которые приезжают И они считают, что они делают добро Вот этой вот душе Которая ушла Которая еще была в их реальности На которую они еще имеют Вот в своей картине Мировоздействия И помещают И вполне возможно Что этот человек В дальнейшем пойдет На такой инкарнационный цикл Потому что Потому что у него В программном обеспечении Получается, закладывается Вот такая информация Это как программа Их программа будет работать Все как в компьютере И Ну Где же тут Доброжелательство Да Особенно когда европейцев Так или американцев Отправляют Вот по этому буддистскому циклу Очень прикольно Точно так же В православии Да Вот умирает человек И его надо обязательно Отпеть Похоронить Похоронить Это привязать к телу Вот И Когда начинаешь смотреть Как устроен Инкарнационный цикл Он полностью идет По программе По программе Которая прописана В сознании Вот в этой голограмме В этом кусочке Голограммы Называемым Человеком И Получается Если эту программу Человек Не осознает То она будет прошита Так как она прошита Да Например С коллективного взята Если ты Жил по православным канонам Ходил в церковь И так далее То ты инкарнируешь Опять в то же самое место Чаще всего В тот же самый род Который в это время Ходит на кладбище Там тебя поминает И так далее Поэтому я очень хорошо Отношусь Например К ремации Когда человеку Дают определенную свободу Лети Не хочешь на этот континент Лети на другой Прекрасно Вообще Можешь лететь в другую игру Под названием Совсем не земля Да Определенная свобода Но для этого Надо понимать Как выстраиваются Концепции Да И понимать Какую концепцию Я допускаю У себя в голове И умение Наблюдать за концепциями Я считаю Это уже Определенный шаг К осознанности И например Когда мы занимаемся Парасомнамбулизмом Вот в парасомнамбулизме Когда ты работаешь С информацией Здесь очень важно Видеть концепции Потому что Чтобы отделить Чистую информацию Надо убрать Концептуальное Восприятие человека И Таким образом Когда мы начинаем Уже играть Хочу И играю с этой концепцией Хочу с этой Хочу с этой Идет резкое Расширение сознания Но тогда В этом При этом Расширении сознания Становится очевидно Что есть только моя игра И это так у каждого человека Так у каждого человека Эти игры Где-то пересекаются Пересекаются Уже Исходя из контракта Подсознательно Вот это Бессознательные контракты Контракты на бессознательном уровне Мы договоримся о том Что мы вин-вин Выигрываем от этого взаимодействия Но все равно Этот человек является для меня Субъектом Я для него субъектом И на определенном уровне Мы взаимодействуем так Что мы оба идем На повышение Вот своих характеристик Своего сознания Мы идем на расширение И В какой-то момент У нас Уже есть возможность Перейти от Статистов К людям осознанным А потом вообще К магам Которые начинают Управлять осознанно Своей реальностью Вот как-то так Вот В моей концепции Во всяком случае Я так вижу этот мир Поэтому у меня нет стремления Спасать все человечество От вирусных программ Потому что я понимаю Что спасти его Невозможно от этого Потому что некого спасать Кроме самого себя Да А если мы осознаем Что у нас в играх Есть вирусные программы То мы можем сами создать Те антивирусники И мы можем сами создать Те игровые моменты Которые нам интересны Именно нам интересны С точки зрения познания Углубления Развития И которые нам будут Действительно дарить Удовольствие Наслаждение От игры С вами была я Наталья Зайцева Надеюсь Ответила на вопрос Владимира Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому